Трэш-ток является неотъемлемой частью в сфере смешанных единоборств. Хорошая раскачка боя привлекает больше зрителей и делает более интересным их противостояние. Но порой некоторые бойцы переступают грани, переходят на оскорбление и к потасовкам. А когда дело доходит до октагона, их дела расходятся с их громко звучащими обещаниями. Ведь в ринге важно не умение громко болтать, а умение хорошо драться. Сегодня мы вспомним пять случаев, когда бойцов наказали за их длинный язык. Всем приятного просмотра, ну а мы начинаем. Артур Кулинский по прозвищу Акаб, один из первых бойцов, который навел шуму в поп-ммэй. У Артура огромное количество конфликтов, один из которых произошел с Ахмедом Эдельбиевым. Конфликт начался с отправленного Ахмедом сообщения Акабу в директ, где чеченец высказал свое недовольство от поведения Акаба. И подписчиков также есть те, которые особо выделились. Это пацанчик Ногча, он из Грозного, его зовут Ахмед. Артурчик, ты говоришь, что готов со мной драться без камер. И что тебе не нужен весь этот хайп. Но в то же время ты мне отвечаешь на камеру. Я отвечу тебе просто словами Амара Хаяма. Ты тянешься носом туда, куда еще душой не дорожь. Затем бойцы встретились на пресс-конференции, где Ахмед пытался всячески задеть и унизить Артура. Такие, как ты, на улице, когда видят меня, переходят дорогу. Если бы ты жил бы у меня во дворе, я бы тебя посылал бы за водой. Так что ты мне тут не газуй, братан, понял? Я вижу страх, братан, у тебя нет вообще духа. О чем ты говоришь? Если был бы дух, то ты бы не ходил бы не трезвым. Тебе нужно, чтобы быть не трезвым, чтобы скользаться смело. Но это не смело, это не одетку, а на шпальтах. Я тебя выстигну. Поединок двух бойцов состоялся на турнире хардкор файтинг по правилам кулачных боев. Артур смотрелся более предпочтительно. Он постоянно давил на Ахмеда и работал первым номером. И уже в третьем раунде Акаб отправляет оппонента на настил и заканчивает поединок техническим нокаутом. Таким образом наказывает соперника за трешток. Первый раунд работал. Ни один удар не пропустил. Все видел, все четко. И в один момент пах. Просто Аллах все силы у меня забрал. Просто в один момент. Джавид Ирзаев уже достаточно известный трештокер в сфере поп-ммэй. Он залетел на хардкор в привычной для себя манере. Я сюда пришел газовать, я хайповать сюда пришел за деньгами и за квартирой. Джавид решил сразу громко заявить о себе. До своего первого поединка он вступил в словесную перепалку со своим соперником. Ты конкретно заблудился, Криворукий. 15 апреля я тебя отправлю домой с разбитым лицом. Будешь продолжать бегать, играть с твоими друзьями в футбол там. Затем он продолжил на пресс-конференции и вдобавок решил проехать по тем бойцам, которым не понравилось его поведение. Ты не сможешь меня победить. Слышишь, я тебя с закрытыми глазами заберу. Максимум, куда ты можешь переехать? Это с клетки в больницу. У нас уже исполнял, да? Ты спать будешь закрытыми глазами. Я перееду здесь. О, с тебя начну здесь. Потом с тебя начну, Коннор. Потушу тебя здесь. Понимаешь? Под Коннор что ли, столь скотч? Потом тебя перееду. Говоришь ты ярко, мы уже поняли, что по спорту. Отличный вопрос. По заявлениям самого Джавида, он имеет базу любительского бокса и кикбоксинга. Побеждал на международных и российских турнирах. На первое впечатление, достаточно серьезный боец. Но уже с первых секунд поединка, Джавид был скованным и при первом же размене падает в нокдаун. Боец с трудом поднялся и Джохар Мажидов начал играть с ним, поняв, что победа уже у него в копилке. Практически за пару секунд до конца раунда, Джохар ярко нокаутировал три штокера и преподал ему хороший урок. Перс и Тимур Никулин известны в поп-ммэй как достаточно громкие бойцы. Первая искра конфликта между ними началась из словесной перепалки в инстаграме в прямом эфире. Далее бойцы встретились на пресс-конференции Хардкор. Никулин часто оскорблял Перса, тем самым усугубив конфликт. Затем бойцы встретились на следующей пресс-конференции. Конечно же отношения между ними уже были натянуты, поэтому встреча была шумной. Никулин всячески оскорблял Перса и пытался принижать его бойцовские навыки. А во время стирдауна так вообще заехал яйцом по голове Хейбати. Убери! Бля, не снял. Вот это называется яйцо на лицо, сука! Вот так надо делать это! Черт, бля! Отпустим, он оттуда бежит! Бой состоялся на голых кулаках. Спортсмены встретились в главном поединке на Хардкор Файтинг. И хотя многие считали Никулина фаворитом, уже с первых секунд первого раунда Перс показал, что все не так однозначно. Мухаммад проводил серии атак и сразу же проваливал контратаки Тимура, входя в клич. Также он отлично работал на отходах и не скупился на жесткие размены, в которых он выглядел лучше. Практически весь бой прошел в этой манере, и единогласным решением судей победу одержал Перс. После боя бойцы полностью закрыли конфликт. На пресс-конференции Хардкор ММА между бойцами Дмитрием Климовым и Алексеем Мешковым произошла жесткая стычка. Когда Дмитрий приветствовал всех присутствующих на конференции, Алексей неожиданно нанес пощечину армейцу, тем самым начав конфликт. Позже сушист объяснил свои действия. Сейчас всем расскажу, кто не в курсах. Когда Ушумастер тебя выиграл, ты там уже весь такой дох и валялся. Я подошел, поднял тебя, говорю, покажи дух. Ты красавчик, типа нормально дрался. Я тебя поднял. Бах, на следующем турнире он выигрывает пацана. Есть тут один шоколенок, бегает это. Вот зачем ты это сказал? А как тебя еще назвать? Ты на конференцию как пришел? Ты на конференцию как пришел? И оказался, после того, когда я тебе проявил уважение, ты в мое отсутствие назвал меня шоколенком. Через некоторое время армеец провел бой, в котором одержал победу. И сразу после боя сушист зашел в клетку и начал публично оскорблять Дмитрия. Сейчас я тебе руку пожимать не буду. Ты как конченная собака. Хвостатые движения вот эти. Возьми. После этого у них наконец состоялся поединок. Они возглавили турниры ЧФСи ММА, где их бой прошел в крайне односторонней манере. Армеец сразу же в начале боя перевел сушиста. Имея серьезное преимущество в борьбе, уже в начале второй минуты первого раунда армеец побеждает удушающим приемом. Но передержав захват, Дмитрий получил пару ударов от брата сушиста. После чего между их командами завязался конфликт в октагоне, который они там же и закрыли. Фарид Ядулаев и Магомед Зайналов известные трештокеры. Поэтому неудивительно, что предыстория их поединка имеет конфликты. Самый разгар конфликта начинается, когда в одном из турниров хардкора во время разговора Фарид наносит серии ударов Веному. После этого у них неоднократно были еще стычки на улице. Затем они подписали контракт на бой и встретились на пресс-конференции. Между бойцами происходили накаленные словесные перепалки. И Фарид в своем стиле пытался задеть Венома, заявляя, что он якобы для него не соперник. Что он его в первом же раунде нокаутирует и все в этом стиле. При этом еще Магомед умудрился ударить Фарида во время стердауна. Я его в первом раунде нокаутирую. Вот скажите, какую вы мне сумму предложите. Любая секунда, в смысле любая минута. Сколько у нас? Три минуты будет? Две. Две минуты на голову в кулаках. На протяжении двух минут я его нокаутирую. Еще жестче, чем это было. Не вот это, а запомни, я-то тренировался, не то что ты. Все бои твои поражения. Ты посмотри мои бои. Я хотя бы не проиграю. Вот сейчас ты вообще не мой уровень. Да хорош. Отвечай, это самые детские удары. Поверь, с такими ударами я от тебя отвечаю, я тебе яйца отрежу. Достаточно многообещающее высказывание. Ну а что по делу? Поединок состоялся на голых кулаках. Бойцы сразу же начали рубиться. Было видно, что каждый из них хотел вырубить друг друга. И к половине первого раунда Фарид отправляет в нокдаун Венома. Тот, в свою очередь, крутит сальтуху, показывая, что эти удары ему нипочем. Магомед быстро взял реванш, отправив на настил Фарида во второй половине раунда. Уже к концу Фара наносит удар Веному, и тот касается октагона третьей точкой опоры. Но почему-то рефери отчитывает Фариду. Во втором раунде бойцы начали рубиться еще жестче. И к концу Веном отправляет оппонента в нокдаун. Было видно, что Фарид уже сломлен морально. В начале третьего Магомед снова отправляется соперника на настил. И уже ближе к середине раунда завершает поединок досрочно. После боя конфликт был закрыт, и Фарид в плохом состоянии поехал в больницу. Ну а на этом наш топ подошел к концу. Друзья, напишите, согласны ли вы с топом? Может есть еще какие-то бои, которые вы бы занесли сюда? Конечно же, подобных случаев немало, и можно найти еще пару десятков, если не больше. Напишите также в комментарии, может есть какая тема, которую стоит сделать. Большое спасибо за просмотры и до новых встреч!